Для меня на данном этапе Конор Макгрегор наравне стоит с Адольфом Гитлером, потому что это, ну, расист. Чуть больше недели прошло с тех пор, как Конор Макгрегор дал свою первую пресс-конференцию в Москве. Она длилась 43 минуты, и самая жесткая ее часть звучала примерно так. Это был бы отличный реванш, но он бежит. И знаете, это в природе дагестанских мужчин. Каждый русский знает это о дагестанцах. Каждый чеченец знает это о дагестанцах. Они бегут. Это же мы видим в случае с Хабибом. Сказанное Конором, это плохо, но вполне привычно, когда мы говорим о продаже больших боев в ММА. Похожими вещами занимался тот же Хабиб. Мы можем вернуться в октябрь прошлого года и вспомнить, что говорил Нурмагомедов на открытой тренировке в Лас-Вегасе. Что случилось с вашим языком? Пожалуйста, ответьте мне кто-нибудь. Что с ирландским языком? Вы, ребята, с Англии сейчас? Вы прогнулись под Англию? Вы поменяли свой язык? Может мне кто-нибудь ответит? Ваш парень говорит о войне с Британской империей, но его дед, Кристофер Макгрегор, работал на Англию. Он убивал ваших людей. Как вы можете поддерживать его? Я не могу. 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 Сегодня же Конор пытается продвинуть реванш, который абсолютно не нужен Хабибу. 6 октября 2018 Нурмагомедов сделал себя вполне самодостаточной звездой. Он может зарабатывать хорошие деньги, возглавлять номерные турниры и не драться с Макгрегором. Бешеный успех Конора сложился из совокупности двух факторов. Он много говорил и всегда сдерживал свои обещания. Ирландец мог предсказывать, в каком конкретно раунде нокаутирует соперника. Мог ломать своих оппонентов на пресс-конференциях. Мог проиграть, но вернуться и закрыть поражение. С Нурмагомедовым все это не сработало. В Москве он сказал что-то, что скорее всего вышло за какие-то негласные рамки. Но цель одна – спровоцировать продолжение истории с Хабибом. Чтобы вернуть себе статус парня, который подкрепляет громкие слова победами в клетке. Чтобы заработать еще больше денег. Чтобы люди в UFC были заинтересованы в организации реванша. И в этом плане очень показательна его фраза на тренировке в Москве. Это бизнес. А слова – это лишь игра. Мы играем в игру, понимаешь? И надо быть осторожнее. Это политика боев за деньги. И это не изменить. Это помогает развлекать фанатов и удерживать их внимание. Так что я… Когда я говорю, я не вовлекаю эмоции. В отличие от парня, который тут был. И это все прекрасно понимает Тур Магомедов. Который образцовым молчанием отреагировал на речь Конора. Но в России нашлись люди, убедившие ирландца, что он все сделал как надо. Вечером к Атерю Макгрегора приехали десятки дагестанцев, рассчитывающие спросить с Конора за слова. Дали реакцию люди как из ММА и сообщества, так и далеко за его пределами. Вот, например, общественный деятель Максим Шевченко, который призвал закрыть подонку въезд в Россию. Я требую от российских властей выкинуть этого мерзавца из нашей страны, лишить его права въезда в РФ. А некоторые спортсмены не упускали возможности воспользоваться случаем, чтобы через шум вокруг Конора напомнить болельщикам о своих боях. Продолжилось негодование и спустя неделю. В Москве собрали целую пресс-конференцию, которая называлась «Пресс-конференция на реакцию общества на высказывания Конора Макгрегора». А перед ее началом ведущий с очень важным видом сказал. «Так что сегодняшняя пресс-конференция – это, по сути, российский ответ Конора Макгрегора». В качестве спикеров пригласили Владимира Минеева, он один из первых прошелся по Макгрегору в тот день, Михаила Кокляева, видимо, чтобы напомнить, что скоро у него бой против Александра Емельяненко, особенно учитывая, кто именно организовывал эту пресс-конференцию. А также члена Общественной палаты Российской Федерации Султана Хамзаева. Растянулось мероприятие почти на два часа, и большую часть времени говорил именно Хамзаев. «Если вдруг так получилось, что вам некуда девать 120 минут своей жизни, вы легко сможете найти запись в полной пресс-конференции где-нибудь на общедоступных ресурсах. Я же оставил тут только те моменты, которые вполне отражают всю суть двухчасового общения». «Те высказывания, которые были сделаны на этой пресс-конференции, они оставили определенный шрам, я бы сказал, шрам на теле российского общества с точки зрения отношения к данному спортсмену. Во-первых, я считаю, что высказывание Конора – это чистой воды расизм. Это мое обвинение данному гражданину иностранному. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Мы требуем от наших правоохранительных органов конкретной реакции. В рамках действующих законов статьи 282 – это разжигание и унижение человеческих достоинств, разжигание межнациональных конфликтов, призвать его к ответственности. Первое, мы требуем от него публичных извинений в адрес дагестанского многонационального народа, лично ему, историческому двоечнику Макгрегору, говоря о том, что дагестанцы где-то от кого-то убегали. Макгрегор, хотя того или не хотя, он всем прекрасно понимал, что он двигал палку, и она сломалась. И эти щепки в первую очередь залетели ему самому же в глаза. Когда человек стравливает между собой, стравливает именно, не знал, я еще сказал, он исторический двоечник, потому что он не знает, что такое Дагестан. И его, значит, методичка, которую ему подготовили, она же его и подставила. Я советую ему, Конору, чуть-чуть поработать над собой, да, то есть не быть только упертым в ковер, в борцовские, там, бойцовские. Чуть-чуть посмотреть шире на происходящее событие в мире и Дагестан в целом. Я обвиняю его в расизме, я сказал об этом. Я ему докажу и доказал исторически, что дагестанцы не убегали, а мы еще наоборот в плак тыкали на них ставим. Вот понимаете, я привел конкретный исторический факт. Вот вы говорите о том, что эти высказывания российские, что Конора нужно обвинить, по крайней мере, в расизме. Просто интересно, что именно подразумевает российское высказывание. Цитирую. Бежать в крови дагестанских людей. Первое. Каждый великий русский это знает. Это уже шовинизм. Это попытка межнационального раскола на территории Российской Федерации. И это есть расизм. Ни один чеченец вам никогда в жизни не скажет и не покажет пример, где убегал дагестанец. И лично меня тут удивляют сразу две вещи. Во-первых, очень сложно представить, что человек растягивает подобное на два часа по ходу беседы уточняет. Вы поймите, я не хочу, чтобы вот эта ситуация касательно его действий, чтобы она выглядела как, знаете, такой синдром обиженности. Абсолютно нет. Мы в Дагестане в своей правоте уверены. Если кому-то показало, что можно тусать Дагестан в таком направлении, поверьте мне, это глубочайшая ошибка. Ну, давайте просто смоделируем ситуацию. Кто-то с вашей работы говорит на каком-нибудь корпоративе, что вы вор. При том, что вы никогда не были замечены в воровстве. И в этом плане абсолютно чисты в глазах коллег. Человеку, который так сказал, теперь все относятся, ну, скажем так, не очень серьезно. Но вы соберете вокруг себя всех сотрудников офиса, будете им два часа объяснять, что вас оболгали, и напишите заявление на имя своего начальника, чтобы он разобрался в ситуации. И к чему я это говорю? К тому, что иногда молчание лучше любого ответа. Ну и второе. По ходу пресс-конференции Султан Хамзаев сказал одну очень важную, но максимально противоречащую своим же действиям вещь. Оставьте Хабиба в покое. Хабиб свое с Коннором доказал. Что вы хотите? Чтобы он вышел и сказал, я еще раз ему морду набью, зачем? Султан Хамзаев был. Он, ну, я извиняю. Он доказал свое над Коннором. У Коннорда понятно, что делает. Оставьте Хабиба в покое. Хабиб это российское достояние спортивное сегодня. Вы понимаете? Наши все вместе. Вас, журналистов. Нас, как общественность. Правительство, государство. Обеспечить ему базу так, чтобы он мог только развиваться. А не возвращать его к бывшим победам. Вы понимаете? Он должен идти дальше, а не сидеть на месте. Да, Хабиб все делает абсолютно правильно. Но как можно помочь человеку идти дальше, когда одни собирают пресс-конференции, вторые приходят к отелю, третьи кидают бутылки, четвертые говорят про шрамы на теле российского общества, тем самым создавая видимость, что бой против Коннора Макгрегора – это действительно то, что нужно сейчас Турмагомедову. Что это принципиально, что на это есть спрос и что все будут дико рады, если Хабибу дадут еще одну возможность побить Коннора. Ну и очень странно, если кто-то действительно думает, что заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки лишит Коннора контракта с UFC и желание продолжать говорить что-либо в адрес Дагестана. Будучи членом общественной палаты Российской Федерации, обратился официально к генеральному прокурору Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайки. Вот он, это заявление оригинал. Само заявление направлено в прокуратуру и зафиксировано. Это видео для вас подготовил Ярослав Степанов. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. И желаю нам всем поменьше пресс-конференции на реакцию общества на высказывания Коннора Макгрегора.